Он просто, тесто. Про чё вот только не говорил, Как кукловод им управляет. Два соска и доска, Хе-хе-хе-хе-хе, вместо Eiffelant. Ведёт себя, как самая последняя обиженка. Как новый Ивангай, реально. И счётчик переобуваний в этом интервью дошёл до своего предела и вышел за орбиту. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Это, б**ть, настолько уморительно. Смотрю сейчас интервью Шока у Собчак И вспоминаю, вот как под моим интервью все писали Типа, нихуя Хованский, ты отбился от Собчак И типа, бля, нихуя ты молодец И я тогда еще думал, а кто не отбился-то типа В чем проблема просто вот, ну, не парировать высказывания Собчак И смотрю интервью Шоком И вот, вот это пример человека, который вообще не отбился Типа, по полной программе Он буквально на каждый вопрос Собчак просто проваливается нахуй Проваливается по пизде То есть ему говорят, ты говорил, он у тебя делал, заведено Он такой, ну как, заведено Просто полиция ответила в твиттере Если бы как бы вот они не хотели бы на меня, наверное Вот, то они бы не стали публично отвечать, да? Хотя это, блядь, публичный твиттер полиции Ему говорят про то, что вот ты сказал, что на тебя написала Писали заявление Глафред Медузы и каких-то еще пары У тебя, говорит, есть доказательства? Он такой, да нет, типа доказательств нет И Собчак такая, так это просто домыслы получается Он такой, да, домыслы Удивляюсь, и то же самое вот по любому вопросу По Оксимирону, по Жигану просто Собчак его катает Как тесто на столе, блядь, ёпта Он, блядь, вроде как такой чувак серьезный, блядь, ёпта Тусил с Оксимироном Вот, блядь, все, что Собчак у него не спрашивает Он такой, да, признаю Я, типа, спиздел И в итоге получается, блядь, два с хуем часа Где Шок просто, блядь, признается во всем Просто это, это так странно смотреть Потому что, ну, у Собчак такие, ну, заходы, скажем так При всем уважении Ксении Анатольевны Она не самый лучший журналист на свете И не самый такой едкий Который в состоянии прожечь броню нормального собеседника Про чё, вот, только, только не говори Она ему, блядь, говорит Ты тогда, вот, говорил, например, что нельзя писать заявы Да А теперь, получается, ты говоришь, что нужно писать заявы Он такой, да Я такой думаю, бля, ну, ну, это пиздец Ну, типа, ну, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Это, по сути, как бы Он даже не пытается как-то отпиздеться Он просто тесто Из которого Собчак вот всё интервью практически катает Он отвечает именно так, как она, к чему она его подводит Ей, выбирая, конечно, между Шоком и Оксимироном Несмотря на то, что Оксимирон меня там выписывал из рэпа И, блин, ну, у Оксимирона хотя бы есть стержень Здесь же чувак на кой-то хуй пришёл на интервью И просто подтверждает всё, что про него И он даже не понимает этого Я не знаю, типа, блядь, какое кью у Шока Но, блядь, уж на каком-то третьем-четвёртом вопросе Нужно было понять, что Собчак просто выжимает из него Те ответы, чтобы его максимально хуесосили в комментариях Но он реально продолжает Типа, он сидит расслабленный такой, типа, ему по кайфу И он не понимает, что каждым, блядь, своим ответом Он себя закапывает Всё глубже, блядь, и глубже А Собчак нормально, она сидит, улыбается Типа, ей весело, конечно, типа Узнать про всякие вот эти вот О, а ты раньше, получается, был за пацанскую тему А сейчас нет Да? А вот, расскажи, а расскажи ещё что-нибудь про Оксимирона И он начинает, типа, то есть, она его выводит на такую тему, что, типа Говорят, что ты обиженка Можешь рассказать что-нибудь про Оксимирона, чтобы все поняли, что ты обиженка И он реально начинает, блядь, вот Она будто струнками, блядь, как кукловод, нахуй, им управляет А у него то ли мозгов нет, то ли ему похуй уже Вот то есть, блядь, ну, реально, как можно быть таким простым, что ли, человеком? Или таким глупым? Я вот не знаю, как обозначить шока Все, про что он говорил, Собчак, блядь, ёпта, подводит к тому Так ты напиздел или выдумал? И он такой, ну да, напиздел или выдумал Все, блядь, ёпта, о чем он говорит? Это моя позиция, Собчак к этому подводит Так то есть, это не твоя позиция, ты ее сменил Он такой, ну да, получается, сменил Я подчеркну, тут есть большая разница Если мы вспомним мое интервью, я сразу говорил, что мне похуй Слово дал, слово взял Но Шок строит из себя такого крутого, прямо, бля, вообще пацана Рассказывает про это И Собчак говорит, так вот тут ты, получается, пропизделся Он такой, да Но ты при этом, блядь, отвечаешь за свои слова И он такой, да Так а как же ты пропизделся Он такой, эээ, вот Блядь, это прям уникальное интервью В плане того, что Мне всегда казалось, что Переиграть Собчак на ее поле Не так уж сложно Я это доказал в своем интервью Оказывается, нет Если у вас в голове Два соска и доска Вместо извилин То реально Собчак будет вас катать Получается просто направо и налево Казалось бы, Шоку просто нужно было, ну Придерживаться какой-то определенной позиции Выбранной Но то он крутой чувак То он, блядь, теперь говорит, что нужно писать в мусорное заявление Если что-то с вами случилось Оправдывает это тем, что мы должны подавать пример То он при этом говорит, что мы не должны подавать пример Что главное, блядь, что нас связывало с Мироном Это разъебывать старое Потом начинает, блядь, говорить про то Что, видите ли, он, типа, на Мирона обижен Только за то, что Мирон оклеветал его И вдруг начинает вываливать на Мирона какую-то хуйню Что, типа, его вообще-то, знаете, в школе девушки не любили То есть ведет себя как самая последняя обиженка То есть делится с какими-то откровениями Мирона Которые, ну, бля, короче Обязательно посмотрите это интервью Оно на самом деле Хоть там и большинство про Оксимирона И про Джигана Оно больше про Шока Про его вот эту вот персону Внезапно оказалось, что Шок Просто из тех людей, которые приехали в Россию Попросили политическое убежище Когда им говорят А ты это зачем ты сделал? Ты вот про то, что ты говорил, это правда? И он такой сидит Нет, я напиздел, получается То есть там буквально Собчак ему говорит Так это домыслы, ебаные Он такой Да, домыслы Так а хули ты Так хули ты пиздел-то, блядь Записывал это Домыслы? Это домыслы Если ты сам признаешь, что это домыслы Собчак даже работать не нужно было Типа, это, ну, очевиднейшая какая-то хуйня. Я вот чем дальше смотрю, тем, блядь, больше охуеваю. Типа, просто в ноль, в ноль раскатан. И не абы кем, не каким-нибудь Познером, блядь, не это Ксенией Собчак. И после этого вы мне, блядь, ёпта, будете говорить про то, что шок это тру. Актуальная тема, наверное, это побег, блядь, ёпта. Вот он, как новый Ивангай, реально, блядь. Типа, он, говорит, меня в Германии присо... Почему? Ему Собчак говорит, расскажи, почему. Я, говорит, блядь, был в магазине с женой, мы говорили по-русски. И какой-то чувак нам сказал, а что это вы в России не видели? Мы посмотрели, он уехал, а у него киевские номера. И, типа, всё. И ему Собчак говорит, так погоди. То есть ты, блядь, уехал из Германии, потому что там боялся украинцев? Он такой, нет. Блядь, блядь, просто у меня вот какие-то стоп-кадры, сейчас стоит стоп-кадры, Ксения Анатольевна, вот я бы так же охуевал. То есть он говорит, блядь, ёпта, вот понимаешь, почему вот я уехал, вот эти, украинцы начали меня там вот, это самое, она такая, так ты уехал из-за того, что тебя украинцы напугали? Он такой, нет, просто пиздец какой-то, это, блядь, ну просто, ну, ебать, ты же сам эту хуйню начал. Будь последователен, в этом смысл. Ты можешь быть, я всегда говорю, вот я уважаю людей с позицией, не важно какая позиция, главное, что она есть. В данном случае, блядь, позиция просто размазана, как масло, блядь, по бутерброду, нахуй. То ты испугался украинцев, то ты не боишься украинцев, блядь, ёпта. То тебе похуй на Оксимирона, то ты только про Оксимирона и говоришь, ёпта, блядь. То, блядь, ёпта, тебя реально хотели посадить, то внезапно оказывается, что это просто ты придумал, что тебя хотят посадить. Пиздец, короче, показательное интервью в плане того, что на самом-то деле Собчак умеет выводить людей на чистую воду. То, что моё интервью так нахваливают, я думал, что это просто как бы, ну, дань уважения мне и моему красноречию, оказывается, нет. В большинстве интервью она просто нахуй, блядь, ноги вытирает. Она, грубо говоря, разъёбывает гостя так, что он, блядь, превращается в ёбаную жижу, блядь, по которой она пляшет. Примерно как она плясала на своей свадьбе, свадебный танец, блядь. Ну, это просто пиздец, я реально, кого не понимаю, так это людей, которые, блядь, восхищаются шоком под этим интервью. За что, ребята? Типа, ну, назовите мне хоть один повод восхититься шоком. После этого интервью я вам, не знаю, раки и вышлю, блядь, ёбаную. Шучу, конечно, нихуя вам не вышлю, потому что нихуя вы такого повода не найдёте. Досмотрел я интервью, и это просто моё почтение. Если бы в мире был музей интервью, то интервью Шоку и Собчак стоило бы выставить в секции «Как не нужно давать интервью». Потому что это просто какой-то лютейший пиздец. Я даже углубился в комментарии, пока слушал. Не так много людей, оказывается, поддерживают шока. Мне понравилось особенно два комментария. «Счётчик переобуваний в этом интервью дошёл до своего предела и вышел за орбиту». Удачного полёта, блядь. И относительно того, что Шок меняет тапки чаще, чем упоминает Окси. «Противоречит себе каждые 30 секунд». Гойда, что тут ещё скажешь? Здесь я скажу, ну не каждые 30 секунд, конечно. Нет, нет, ну не надо преувеличивать. Но за эти два часа, хотя казалось бы, два часа это не так уж и много, Шок противоречит буквально всему, что сам же и говорит. Его притягивают за хуйню, типа «Ты сказал, что все политики пиздоболы». Был такой? Был, да, да, сказал. «Все политики пиздоболы, лжецы». И Собчак его прям за грудки, грубо говоря, берёт и говорит. «А Путин пиздобол?» И внезапно Шок такой. «Не, ну слушай, это, я не знаю, там высказывание конкретно надо посмотреть». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Там надо как бы ознакомиться, да, вот, что в принципе-то позиция здравая, да? Только озвучить её нужно было раньше, а не когда тебя к стенке прижали. И особенно смешной, самый уморительный, наверное, момент, это где шок, как человек, который, естественно, хочет жить, спокойно существовать в России, начинает расхваливать Рамзана Ахмадовича Кадырова. И внезапно Собчак ему предъявляет, слушай, а что по поводу извинений, вот пиздюлей, типа, вот на колени того, чтобы ставить, блять, ёпта. Ты же говорил, что это плохо, что нельзя вот так вот силой заставлять, унижать людей, извиняться, а что по поводу вот такого же извинения перед Кадыровым? И тут шок прям во всей красе, он такой, нет, ну тут, тут можно, тут, тут, тут это другое дело. А чем, простите, пожалуйста, категориально отличается Рамзан Ахмадович от Ромы Жигана? Что, Рома Жиган меньше переживает за свою честь и достоинство? Не думаю. Рома Жиган, типа, что, он более добрый какой-то или он больше умеет прощать? Да тоже не похоже на это. Просто, когда вот такая хуйня касается конкретно шока, это пиздец, несправедливость, хуйня. Обоссать иммиграционную политику Ангела Меркель, блять, ёпта, всё это безобразие, блять, ёпта, упадок, говно, все. Но, когда касается кого-то другого, то, ну, как будто бы можно. Это, блять, настолько уморительно, потому что, блять, если кто-то вот нарежет его интервью и просто из этих двух часов, блять, сделает состыковки, что Дима Шок говорит одно, И спустя, блять, две секунды Дима Шок говорит другое. Типа, это будет уморительнейший какой-то тикток. Он прям вот настолько, говорит, Оксимирон, торчок ебаный, блять, не уважаю торчков, нахуй. Говорит, так ты героин продавал. Он такой, ну, так да, ну, это чё, это другое, это когда было. Оксимирон, то, когда мы с ним в Габунт был, блять, сколько, 50 там лет назад, вот он торчал, вот это плохо, он торчок. А ты, когда торчал, ну, это давно был. Так это было, сука, тогда же. Это, это примерно вот по, ну, знаете, там, 10, 15, 20 лет, это, это всё один и тот же интервал. Он такой, наркотики, это зло ебаное вообще, сука, ненавижу торчков. Сообщак говорит, так ты героин продавал. Он такой, ну, я же его, блин, продавал. Я, говорит, не столько продавал, я был посредником. Просто мне приносили этот героин, и потом его забирали. Так это, сука, и называется продавать, блять. Героин, сука. Оксимирон там, да, он, конечно, торчок, поднюхивался чем-то, когда вот мы с ним тусили. Но то ли дело я, я просто, мне приносили партию героина. И я его продавал, блять. И так буквально, нахуй, вообще про всё, блять, ёпта. Типа, ой, Германия плохая. В полицейских немецких стульями кидался, блять. Ко мне подошёл чувак, говорит, прекрати кидаться стульями. Надеюсь, тебе дадут политическую вещь. Попробуй в наших мусаров, ёпта, покидаться стульями, блять. Ты потом, сука, на каждую ножку этого стула сядешь, блять. И он сидит, ему Собчак буквально за каждую хуйню предъявляет, за каждую. А ему ответить-то и нечего, блять, ёпта. Он говорит, все либералы, пидорасы и, типа, предатели. Покажите мне, говорит, хоть одного нормального либерала. Ему Собчак говорит, я либерал. Он тут же такой, Ксения, кроме вас. И потом она такая, так что ты говоришь на либералов? Он такой, ну, кроме вас, покажите мне хоть одного нормального либерала. Блять, так нельзя. Ты попросил одного нормального либерала? Я, кстати, не считаю прям уж Собчак такой уж прям либералкой, либералкой. Но, типа, ты сказал, вот, покажите мне одного, и я передумаю. Она такая, так вот я, и я перед тобой сижу. Она такая, еще одного. А потом тебе покажут еще одного. Ты такой, хорошо, ладно. Это как, знаете, в детстве, когда в камень-ножницы-бумагу проебал. Он такой, играем до трех. А потом проебал три. И такой, играем до пяти, блять. Что не так, блять, с Димой, нахуй? Про Сталина, про Гитлера. Ему говорят, так ты приходил, давал интервью. Национализм. Он такой, не, не, это я для того, чтобы показать, какая в Европе помойка, блять. Епта, ты там жил. Ты там сидел, блять, епта, хуй знает. В ус не дул, блять. Горел, помочусь на могилу Меркель, блять, когда она канцлером была. Ты в России-то попробуй такое спиздануть, блять. На чью могилу помочиться, сам понимаешь, ну... Что произойдет-то, ёпта? Человек пользовался всю жизнь плодами свободы слова, вот этой всей хуйни, что можно в полицейских кидаться стульями, а они его даже не отпиздили. И он приехал и теперь затирает, говорит, как там плохо, говорит, это всё, во всём виновата Европа, блять. Эти сучьи немецкие власти, блять. То есть самое, блять, и всё в итоге сводится к синдрому Юрия Лозы. Потому что вот в моменте про свой трек вскрывается истинная причина всего. И почему он пришел к Собчаку? Он говорит, я сейчас вот сделаю трек, и про него в Германии никто не напишет. Потому что там одни, блять, эти пидорасы, блять, либералы, блять, вот они про мой трек не напишут, потому что я высказывался в поддержку спецоперации, в поддержку российских войск. Так вот, нет, про твой трек не напишут, в отличие от трека Оксимирона, потому что я вообще нахуй не знаю, какие треки выходят, выходили у Шока. Кто вообще мне, блять, назовет, нахуй, за последние пять лет хоть один трек Шока? Кто слушает, блять, Шока? Вот поэтому, блять, про треки, блять, Димы никто и не напишет. А не потому что это либералы, блять, пидорасы, сговорились с Ангелой Меркель и не хотят в СМИ писать, блять, про его музыку. Просто, блять, потому что его музыка нахуй никому не нужна. Отсюда и идет вот эта вся обида на Оксимирона, господи помилуй, блять. На протяжении двух часов, час говорит про Оксимирона и говорит, я про этого человека забыл, все, он для меня не существует. Поэтому я сейчас час буду говорить про то, что у него в школе, блять, были проблемы с девушками, про то, что он употреблял наркоту, про то, что он тусил с какими-то, блять, хуями, блять. Про то, как он себя хуево повел при налете Рома Жигана, блять. Знаете, почему я это буду рассказывать? Потому что мне на него похуй, этого человека для меня, блять, не существует. Кстати, сейчас еще один интересный факт о Оксимироне, которого, блять, для меня не существует. Каждый сам кузнец своего счастья захотел, товарищ Бамберг, жить в России. Пусть живет, я не против, просто, ну, хе-хе-хе-хе-хе. Хотя бы нужно, наверное, в голове свои мысли привести в порядок, перед тем, как идти на интервью к Собчаку. Потому что можно буквально из этих двух часов нарезать два интервью по часу, где он говорит сначала одно, а потом совсем другое. Это не то, чтобы плохо, и не то, чтобы хорошо. Ну, есть такие люди, да. Ну, просто предъявлять Европе за лицемерие, блять, ёпта, когда ты сначала говоришь, блять, я европеец, я, блять, ёпта, охуенный, мне это все чуждо. И спустя пять минут говоришь, я русский, я в рот ебал все европейское. Ну, хе-хе-хе. Как я люблю говорить, либо трусы надо надеть, либо крестик снять. В данном случае, блять, тут, тут, тут пиздец. Я думаю, что у Шока трусы на груди, а крестик в районе паха. Хе-хе-хе. Тут как бы переодевание не поможет. Резюмируя, я как-то говорил, что нет более ебанутой хуйни, чем информация от какой-то обиженной бывшей. Оказывается, есть информация от обиженного лучшего друга. Потому что перед своей женщиной ты все-таки пытаешься представать всегда с какой-то лучшей стороны, да, вести себя как джентльмен. Когда твой друг, человек, с которым ты строил медиа-империю, вот эту вот всю хуйню, с которым ты вместе выступал, с которым ты вместе, в конце концов, получал лещей от Рома Жигана, начинает рассказывать про то, что у тебя в школе были проблемы с девушками. Вот это прям настоящая мерзость. Я представляю примерно в каких это условиях было сказано, потому что друзья, они типа делятся всем друг с другом. На то они и друзья. Для того, чтобы получить какую-то, не знаю, эмоциональную помощь, небольшой саппорт. И представить, что спустя, блядь, ёпта, годы, через, блядь, 10, блядь, 15 лет, блядь, твой, блядь, лучший друг, человек, с которым ты вот делился такими вещами, будет сидеть и Собчак рассказывать, хотя она даже не спрашивала, рассказывать, что у тебя, блядь, ёпта, в школе были проблемы с женским полом. Типа, ну, вот это вот прям самая настоящая мерзость, блядь. И есть какие-то, видимо, не знаю, критерии адекватности, когда, ну, пошли люди по разным путям. Бывает такое. Бывает, что перестали общаться. Бывает, что даже, может быть, затаили какие-то, не то что обиды, наверное, да, вот недосказанность какая-то осталась в отношениях. Такое бывает, но я вот представить не могу, что спустя, блядь, 10 лет какой-нибудь Антон Власов будет сидеть у Собчак и вот такую, такую грязь выдавать. Или что я буду выдавать там грязь про него. Типа, для меня это прям вот, ну, феноменальная хуйня. Отношения между людьми бывают самые разные. Всё, что угодно может случиться. Дружба разбивается камни, любовь разбивается. Но вот такой мерзости сидеть, блядь, говорить, что вот он наркоман. Хотя, лично я не понимаю, что в этом такого ужасного. Я почему понял, например, что Никоглая сливает конкретно власть? Потому что после того, как его посадили и начали писать про то, что к нему не пускают адвоката, все СМИ по запросу Никоглай внезапно выдали хуйню, что он там 6 месяцев назад или 7 месяцев назад на стриме сказал, что он пробовал наркотики. И типа все стали его хуесосить и говорить, что вот он наркоман, правильно его там отпиздили, блядь, ёпта, обрили. Я был в абсолютном ахуе. Типа, наркоман человек или не наркоман, это не ваше ебаное дело. Вы за него свою дочку замуж не выдаёте, блядь. И вот это вот просто вот такие мерзкие вбросы из цикла, что и Мирон Торчок, и ещё, кстати, Рома Англичанин, который вообще, блядь, покойник нахуй. Про него либо хорошо, либо ничего. И ещё вот этот Торчок, и вот они все Торчки, и всё, это прям вот. Есть какие-то, знаете, вот я человек не самый хороший. Не знаю, мне всегда казалось, что я могу адекватно воспринимать плохих людей, но в данном случае, грубо говоря, Рома Жиган, который, блядь, ну, конечно, по беспределу толпой на колени поставил. Он видится, блядь, лучшим человеком, чем вот Шок, который сидит и просто, блядь, ёпта, вот это всё комментирует, что типа, ааа. И рэп он писать не умеет. И он Торчок, а ещё, знаете, у него были проблемы с девушками. Вот мне прям настолько было неприятно это слушать. В такие моменты можно вообще перестать верить в дружбу, когда на это смотришь. Но мы должны всё-таки исходить из того, что не все такие, как Шок. Нужно давать каким-то новым отношениям, будь то романтические или дружеские отношения, шанс, потому что таких людей, как мне хочется верить, в мире подавляющее меньшинство. Потому что если бы их было большинство, то вообще не было бы никакого смысла продолжать своё существование во всей этой, блядь, ёбатории, нахуй. Мне кажется, что Мирон давно уже простил Шок и отпустил. Тем более Шок сам говорит, что он предлагал мне встретиться, поговорить, но я его нахуй послал. Потому что, ну, типа, хочется верить, что не все такие, блядь, от души вам говорю, нахуй. У каждого бывают сложные периоды, бывает, когда друг может вас разочаровать, но я никому не пожелаю такого друга, как Шок. Даже злейшим врагам, потому что это, блядь, пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok